Добрый день! Сегодня мы будем делать бабочку в технике квиллинга или по-простому в технике искусного бумагокручения. Для этого нам понадобятся, собственно, полоски бумаги разных цветов. Розовый, зеленый, голубой, желтый и другие. Затем основной наш инструмент – палочка для закручивания полосок. У нас это обычная зубочистка. Также понадобится вот такой шаблон для квиллинга. Это в картоне вырезаны отверстия разных диаметров. Все для того, чтобы получались круги разного размера. Можно, конечно, вместо шаблона использовать и линейку трафарет. И еще – клей, кисточка и карандаш. Итак, все необходимое для создания объемной композиции скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги у нас под рукой. Можно начинать. Первый этап. Я предлагаю крутить роллы по цветам. Начинаем с розового. Наматываем полоски бумаги на зубочистку. Закрученную спиральку, ну или ролл, вкладываем в отверстие нужного нам диаметра. Вот видите, спиралька раскручивается до нужного размера и теперь закрепляем конец полоски клеем. Вот так мы делаем шаблон, а уже после с помощью рук делаем нужную нам форму, например, капельку. Готовый ролл берем в руки и с одного края сжимаем кончик и тянем вниз. Итак, розовые, зеленые, сиреневые, голубые детали сделаны. Приступаем к кручению двойных роллов. Первый вариант. В основе вот такой вот розовый ролл. Скручиваем его плотно на зубочистке, приклеиваем конец, промазываем клеем и дальше крутим полоску другого цвета. Затем снимаем зубочистки и помещаем в нужное отверстие. Склеиваем, придаем форму и вот она, разноцветная деталька крыла, готова. Второй вариант. Двойные круги. Крутить роллы можно склеивая одну с другой полоской, а можно, как делаю я сейчас, вставлять одну полоску в другую. Затем накрутили, положили в отверстие, получили нужный диаметр и закрепили край. Теперь нам нужно сделать головку нашей будущей бабочки. Для этого берем желтую полоску, закручиваем в ровно зубочистке и заклеиваем конец. Снимаем зубочистки, головка готова. Туловище делаем следующим образом. Накручиваем желтую полоску, закрепляем конец клеем, снимаем зубочистки. Берем простой карандаш и аккуратно давим в середину кружочка, чтобы получилась конусообразная деталь. Если деталь слишком короткая, можно вытянуть вручную, только делать все нужно осторожно. Повторяем все так же с другой полоской. Получается вторая часть туловища. Теперь все склеиваем. Вот такое тельце у нас получилось. Чтобы сделать усики, складываем полоску пополам и с обоих концов закручиваем. Затем корректируем на глаз, как больше нравится, такую форму усику и придаем. И вот он наступил финальный этап. Приклеиваем детали на основу для панно. Несколько мазков клеевой кистью и, кажется, бабочка сейчас упорхнет. Вот такой результат получился с первого раза. Убедитесь сами, квиллинг это красиво и просто.